Всем моим зрителям большой-большой привет! Очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня я вам хочу рассказать о некоторых вещах, которые я не покупаю. Хочу рассказать по какой причине. Если вы давно на моем канале, или если недавно, хочу напомнить о том, что я около пяти лет, может даже немного больше, я стремлюсь к минимализму, стремлюсь к тому, чтобы покупать меньше вещей и пользоваться тем, что уже есть. Если вам тема минимализма интересна, если вам интересно послушать, какие же я вещи не покупаю, тогда оставайтесь со мной и давайте уже начинать. В начале этого видео хочу сразу сказать, что у всех потребности разные. Если у нас с вами расходятся мнения, взгляды, то это очень даже хорошо. Но прошу, призываю всех принимать людей такие, какие они есть. И если вы с чем-то не согласны, это ваше право. Я с вами делюсь только своим мнением, только теми вещами, которые подходят или не подходят для моей жизни. Но это ни в коем случае не касается вас. Как я боролась с тем, чтобы не покупать слишком много вещей? Например, взять магазин Икея. Очень многие люди приходят туда, например, за двумя-тремя вещами, к примеру, за самым необходимым. И в итоге выезжает с Икея с целой тележкой, потому что весь этот интерьер, который создает Икея, конечно, нам тоже хочется примерно такой же интерьер у себя в квартире, в доме видеть. И нам хочется побольше-побольше всего купить. Но не всегда денег хватает на все. И покупаем вот на то, что хватает. Последние годы мы с Сережей что начали делать? Мы покупали, покупали, покупали это все. И когда подъезжали к кассе, особенно когда есть какая-то очередь, перед вами 2-3 человека, может быть иногда, особенно сейчас и больше, я начинала говорить, ну вот Сереж, ну вот посмотри на эту вещь. Ну вот она нам нужна. Мы же можем там без десятой этой лопатки обойтись для кухни. Мы же можем вот без этого чайника заварочного обойтись. Ну и в общем вот таких вот много-много примеров. И в итоге, да, мы соглашались. И в итоге, поверьте мне, больше чем половины из тележки или из корзины вы будете вытаскивать. Вот реально ответить себе честно на вопрос, нужна ли вам эта вещь. Первое, что у меня стоит в списке, это, я не знаю как правильно называется, я называю чесночная давилка. То есть та вещь, в которой вы давите чеснок. И да, оказалось, что вообще без нее без проблем можно обойтись. Как я это поняла? Когда мы переехали в нашу двухкомнатную квартиру, опять же это около там четырех лет назад было, у меня просто-напросто ее не было. Потому что мы раньше жили со своей кровью, и у нее была, я ей пользовалась. Но я поняла, что чесночную давилку можно спокойно обойтись теркой. То есть на мелкой терке я натираю чеснок, либо чеснок можно порубить. Я, честно говоря, не очень люблю. Я отру на мелкой терке и уже добавляю во все рецепты, которые мне нужны. И оказалось это очень, очень удобным. Потому что, например, когда я готовлю какой-то салат, либо, например, заправку, в основном мне нужна крупная терка. И просто-напросто я потом эту терку переворачиваю и натираю чеснок на мелкой терке. Например, когда делаем там сыр тертый с майонезом и чесноком, я также использую вот только одну вещь, терку, для того, чтобы смешать все ингредиенты. Бывает, конечно, случай, когда терка нужна только для чеснока, и когда вы достаете большую терку, вам это нужно натереть. Не очень удобно, но меня спасает то, что у меня есть еще терка специальная для того, чтобы натирать имбирь. Потому что имбирь своеобразный продукт, который не натрешь на самой обычной терке. Поэтому вот у меня есть такая узкая длинная терка. Я натираю на ней имбирь. Также можно натереть чеснок. Также иногда натираю сыр, если мне не хочется эту большую терку доставать. В общем, каким-то образом я из положения выхожу. Переходим к следующему пункту. И он для меня самый волнующий, потому что, может быть, один человек из моего окружения со мной согласен. Все остальные говорят категорическое «нет». И если вы мне сейчас забросаете помидорами, ну, так тому и быть. Но опять же повторяю, каждый для себя выбирает то, что ему подходит, а что нет. Итак, пункт номер два. Я не покупаю мультиварку и считаю, что это вообще бесполезная вещь. Также я не покупаю тостеры, также я не покупаю аэрогрили и, например, шашлычницы, которые для дома. Я вот это все не покупаю. Во-первых, это все занимает место. Во-вторых, в большинстве случаев люди покупают мультиварку, пользуются ею какое-то время, там месяц-два, год, а потом она просто стоит, потому что, оказывается, можно то же самое сделать и в сковородке, в духовке. Пообщавшись со многими людьми, хочу сказать так. Из-за того, что я активный пользователь духовки, поэтому мне не очень подходит мультиварка. Но я знаю людей, которые духовкой вообще не владеют, не хотят ей пользоваться. Для них мультиварка – это самое оно без проблем. Когда мы только переехали в двухкомнатную квартиру, у нас еще не поставили кухню, и мы у свекрови взяли вот эту мультиварку. Как-то не сложились отношения, то есть я не увидела, в чем смысл, если я то же самое без проблем по щелчку могу все это в духовке приготовить, либо на плите. Есть вот люди, которые, например, там только каши готовят, и говорят, что Таня, каши готовить, рис – это прям вот супер-пупер вещь. Вот с этим могу согласиться. Если вы владеете, если вам очень нравится, я правда очень за вас рада, я сейчас с вами делюсь теми вещами, которые лично я не покупаю, и говорю вам, чем я их заменяю. Повторюсь, что мультиварку я заменяю на духовку. И, конечно же, жду ваши комментарии. Напишите, пожалуйста, чем вы не пользуетесь. Что вы купили, например, и вот действительно там месяц, два, три или какое-то время попользовались, а потом это все строится там где-нибудь в кладовке. Пожалуйста, напишите, будет интересно почитать. Какое-то время назад я хотела купить хлебопечку. Я умею печь хлеб в духовке, но меня не устраивает то, что я не могу там весь хлеб испечь. Ну, у меня просто не получается. На самом деле нужно потренироваться. Я бы хотела купить хлебопечку. Это несколько лет назад. Но я вам скажу, почему я ее не покупаю. Во-первых, я ее не покупаю, потому что, если мы будем постоянно с мужем какие-то там кексики, хлеб разнообразный, печь, наверное, у нас супер большая попа станет. Мне так кажется. Вот, конечно же, мы ходим в магазин, покупаем хлеб, и непонятно, что вообще в нем. Но если мне хочется испечь хлеб, я, в принципе, могу его испечь в духовке. Хлебопечка все-таки очень достаточно много места занимает. И если особенно у людей небольшая кухня, то вся эта техника, в итоге, все шкафчики, все поверхности заставлены в этой технике. Поэтому, мне кажется, тоже не очень удобно. Если у вас нет возможности купить хлебопечку, если у вас не позволяет место на кухне, если вы можете испечь хлеб в духовке, тогда, мне кажется, хлебопечку нет смысла покупать. Ну и еще один пункт. Это мы не покупаем тренажеры. Во-первых, в квартире все-таки тренажеры занимают какое-то количество времени, даже если они собираются во что-то компактное. Во-вторых, опять же, это не про всех, а про большинство говорю. Во-вторых, в основном у людей это потом не тренажер, а вешалка для складывания просто горы вещей. И если все-таки человек хочет начать тренироваться, мне кажется, проще всего начать, например, с каких-то резинок для упражнений, либо каких-то утяжелителей и гантелей для спорта. А потом, если вы втягиваете, тогда лучше уже купить тренажер. Но опять же, я сужу по знакомым, по клиентам о том, что они рассказывают, что они купили тренажер. И вот потом вот такая вот история получилась. Либо они его продают, либо отдают, либо вот он таким вот грузом у них стоит в комнате и выполняет функцию вешалки. Вам позволяет бюджет, можно просто ходить в тренажерный зал. Но не у всех есть такая возможность. И пятый, самый последний пункт это, пожалуйста, я вас всех призываю, не покупайте, пожалуйста, подарок Новому году, символические статуэточки из мышек, свинок, бычков. То есть сейчас в преддверии Нового года будет год крысы. И когда люди дарят вот эти вот маленькие статуэточки мышек, крысок, свинок, смотря какой год, то, ну поверьте, у людей это просто стоит потом пылиться. И если это, вы знаете, там каждый год люди дарят, ну представляете, какое-то надо, какая-то отдельная полочка, где это все будет стоять. Потом это все нужно протирать, там вся эта полочка пылится. Мне кажется, что вот правда это бесполезная вещь, лучше. Если вам хочется подарить человеку вот такой подарок с символикой этого Нового года, тогда лучше, мне так кажется, подарить, например, елочную игрушку в виде шарика, где там будет изображение этого года, будущего. Либо, например, игрушку в виде мышки. И тогда вот у человека будет этот подарок висеть на елочке и каждый год напоминать о вас. Как вы думаете, это хорошая идея или лучше все-таки дарить вот эти вот статуэтки, либо магнитики? Так что вот такие вот пять пунктов, которые я вам хотела очень, честно говоря, давно рассказать. Знаю, что меня многие не поймут, но я хотела с вами поделиться. Может быть, найдутся люди, которые так же, как и я, считают, что эти вещи не нужно покупать. Но опять же все, ребят, индивидуально. Не будьте злыми в комментариях, пожалуйста. В любом случае, я надеюсь, что для вас это видео было полезным. И вы, может быть, тоже откажетесь от каких-то вещей и не станете их покупать, дабы не захламлять дом разными ненужными вещами. И на этом говорю вам до свидания, до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok